Россия несет колоссальные потери на востоке Украины. Ежедневно в десятках штурмов там гибнут сотни оккупантов, отчитываются в военном руководстве. При этом очевидно, что именно восточное направление расисты выбрали как основное для попытки прорыва фронта. Во время своих ударно-штурмовых действий несет колоссальные потери в живой силе и в бронированной технике. По крайней мере, по подсчетам, это 80% потерь как в технике, так и в людях несет на нашем восточном направлении. Для понимания, что из себя представляют эти 80%, в командовании озвучивают и более конкретные цифры. К примеру, лишь за последнюю неделю бойцами восточной группировки войск Хортица было ликвидировано 4845 оккупантов, полсотни танков, 95 БМП, столько же пушек, уничтожено более 200 единиц автотранспорта, 20 комплексов РЭП и более 3000 беспилотников. Потери колоссальные у противника. За прошлые сутки врагов мы уничтожили на нашем направлении 827 человек, 610 единиц вооружения и военной техники и около 15 боевых бронированных машин. И большое количество мы уничтожаем их БПЛА всех типов. Только 562 было уничтожено за прошедшие сутки. И это, напомню, в условиях дефицита боеприпасов и артиллерии, о которой уже несколько месяцев говорят военные. При этом эксперты подсчитали, что темпы уничтожения российской техники уже вышли на уровень производства ВПК РФ. На восточном направлении практически все производство и восстановление уничтожаются в ноль в течение месяца. И лишь небольшая часть остается и является таким накопительным эффектом. В первую очередь таких результатов удается добиваться благодаря подготовленным позициям, говорят военные. Подходы к украинским укрепрайонам достаточно плотно заминированы. Да и в ответ на попытку штурма из наших окопов на головы рашиста влетит все, что есть у бойцов. То, что они уничтожаются нашими защитниками или техника и личный состав, важную роль тут играют и наши минные заграждения, и ФПВ-дроны, и дроны-камикадзе, а также артиллерийские и минометные обстрелы, которые уничтожают российский личный состав и бронетехнику на подходах к тем или иным направлениям и населенным пунктам. Самая сложная ситуация, по мнению экспертов, сейчас в районе Часового Яра. Именно туда направлены основные усилия рашистов после захвата Авдеевки. Но именно там, вместо новых кратковременных побед, они несут основные потери. У России довольно-таки серьезные потери в течение последнего времени были в районе Новомихайловки. У них были серьезные потери вокруг Авдеевки. В районе Часового Яра у них постоянно потери. И, кроме всего прочего, это еще и такое село, как Терни. В районе Терни они пытаются постоянно проводить наступательные операции и, опять-таки, несут соответствующие потери. По мнению аналитиков, в ближайшее время ситуация для ВСУ должна значительно улучшиться. Западная помощь, в том числе основной пакет поддержки от США, уже в пути. И как только оружие с техникой окажется на позициях, число российских потерь однозначно увеличится. Субтитры создавал DimaTorzok